Базовые формы мы берем отчасти от карибинских миноборств, отчасти от той системы армейской, которая присутствовала еще до, скажем так, перестроечных моментов, когда действительно люди показывали какую-то работу с ножом. На самом деле там ничего волшебного нет, два простых, три простых удара. То, что вы сейчас сделали, это тройка, есть шестерка, есть, например, работа по 12, да, когда мы начинаем работать уже с различной постановкой формы кистевого сустава. Нарея аквариан, форма 12, оно, во-первых, работает по всех секторам и одновременно выстраивает плоскостное ведение боя. Тактика плоскостного ведения боя в чем? С этого сектора я буду перейти на этот. По понятным причинам, если я веду бой только в одной плоскости, противник к этому привыкает, он будет выставлять блоки, захваты. Если у него оружие, он также будет выстраивать положение оружия под мою. Если я постоянно что? Меняю плоскостную работу в разных формах, то эта плоскостная работа будет, не дает ему сосредоточиться. Невозможно переключиться с одного действия на другое. Сюда подходим. Укрепление. В каждом блоке у нас присутствует скоростной, координационный. Не заканчиваем, а чередуем, чтобы голова не уставала от ножа. Блоками укрепление. Это естественно, что первая группа, это группа кистевая и зона предплечья. Первое, с чего начинаем, удержание охвата, формирование правильного состояния отжимания. При отжимании на пальце, вот в таком положении, очень часто мы видим, у тех, кто занимается иноборством, нагрузка идет всего 25-30%. Вам врач скажет, по причине того, что в данной ситуации вы поставите, например, до минуты, и вы понимаете, что вот этот блок работает намного больше, чем работают пальцы. Чтобы работали приводящие пальцы, то вам необходимо группу большого указательного среднего сделать на перпендикуляр, вот в таком положении. Вывести на перпендикуляр, именно чтобы вот эта группа фаланг, вот с этим группой, группой фаланг, была на перпендикуляре. Не так, не вот в таком палец, а палец должен быть ровным. Вот в таком положении. И попробуйте раз десять отжаться. Поехали, работали. Сделали перпендикуляр, перпендикуляр. Выставили пальчик, и я показал как. В вот таком положении. Попробуйте. Ну, парни, вот раз. Более-менее, ну что? А? Раз, раз. Ну, вот. Вот так. Вот так, да, да, да. Хорошо, работаем, 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 работаем. Пробуем. Хорошо. Давайте. Да, чтобы, ну, кто-то не питал иллюзий, я тоже довольник, и не молодой человек, и не старый, но не молодой. Поэтому, как бы, эти упражнения доступны в любом возрасте. Значит, следующий момент. Работаем на зоне предплечья. То есть, вот здесь, вот эта группа лучезапястного сустава. Это как раз то, что отвечает за порезы. Рука становится на перпендикулярной, в грунтном доме. Базовая ошибка. При отжиманиях мы начинаем сводить вот так домиком. Посмотрите, при отжимании сводим домиком. Стараемся, чтобы группа работала на перпендикуляр. Вот в таком положении. И начинаем работать на отжимания, не смещая эту группу вот так. Базовая ошибка сведения ладоней. Начали. Ладони не сводить. Ладони не сводить. Ладони не сводить. Ладони не сводить. Вот. Андрей Георгиевич. Ладони не сводим. Ладони не сводим. Это очень сложно. На удержании ножа указательный средний палец. Старик, на мягком ковре это удобно делать. И то же самое потихоньку, не спеша. Базовая группа указательный средний палец. Указательный средний палец на удержание хвата. Не спеша. Аккуратно, мужчины. Аккуратно. Берегите себя и ваши пальцы. Работаем. Жизнь одна. Ну и хорошо. Попробовали. Три четыреха достаточно для того, чтобы... И сейчас очень аккуратно. Если кисть слабая, не надо. Лучше на колени. Помните, да, движение? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поехали. Пробуем. Аккуратно. 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 Стоп. Вот я вам показал. Аккуратно. Живой? Ну хорошо? Хорошо. Все, отлично. Я вам показал первый базовый блок. То есть это четыре упражнения. Первый комплекс. В первой программе у нас 20 таких комплексов. Программ у нас 5. То есть дальше сами умножать альтернативу. То есть идет на увеличение. Первый, второй, третий, четвертый, пятый уровень. Дальше. Базовая часть. Базовая часть работы на проверке своего тела. То есть вы можете управлять самое главное позвоночником. То есть когда идет первый базовый удар на контакт. Движение. Это идет от бедра. То, что он показывал. Валерий Николаевич, что вам показывал Михаил. Значит, тестовое упражнение подъем с положения лёжа. Это еще раз показываю. Это тест. То есть тесты, когда я понимаю, насколько здесь силовой показатель нулевой. Ноги, плечи. Здесь ни о чем. Здесь задача, как вы умеете управлять тазобедренным суставом, а именно группой нижнего отдела позвоночника. Начинаем с этого положения. Опять расслабляем вот эту группу. Расслабляем, не напрягаем. Расслабляем группу плеч. И потихонечку начинаем вставать с этого положения. Задача удержаться, не захватывая за противника, за партнера. Работаем по другу. Работаем. Поехали, 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 поехали. Стоим. Стоять, надо равновесие поймать. Спасибо всем. Спасибо.